Музыка Мир, дорогая Церковь, еще раз воскресенье в нашей жизни. Господь дарует возможность еще раз собраться в Доме Божьем. Вокруг Его Священного записано для нас Слово, чтобы настроиться на Его частоту, на небесную частоту и услышать голос Его в нашей жизни, что Он хочет сегодня нам сказать в Ванкувере, как первый брат уже упоминал, в Ванкувере в 21 веке, что есть актуального сегодня для нас. И было много сказано сегодня. Я очень благодарен всем, кто участвовал в музыкальном служении. Прекрасное пение. Мы таким образом служим друг другу. Мы с братом стараемся служить Словом, кто-то нам служит пением. Это прекрасно. Мы друг другу действительно нужны здесь на земле. Я хотел продолжить серию моих рассуждений в силу погодных условий. В прошлый раз пришлось перенести собрание. Была как раз моя очередь. Поэтому мне пришлось перенести, как правда, на 4 недели вперед. Но если вы помните, мы еще на Рождество начали, многие спрашивали, интересовались этими идеями, темами. Мы начали рассуждать о том, какое радикальное изменение принесло воплощение Иисуса Христа, рождение Иисуса Христа на земле. И мы говорили о том, что Он, как Сын Божий, Бог, появившись на земле, имел определенную цель и задачу показать народу Божьему, что наступает новая эра. Наступает новое время, которое принесет настоящее изменение. Вы, если помните, мы рассуждали о том, что люди часто ищут изменения. Поэтому очень легко людей поднять на определенного рода революции. И революции случаются и случались, и я уверен, будут случаться часто в жизни людей, потому что люди ищут определенного изменения. Но если вы помните, мы говорили, что ни одна революция не принесла, к сожалению, как бы не чаяли люди определенных изменений, она не принесла тех результатов, которые человек ищет здесь на земле. И Иоанн в своей Евангелии начинает слова своего Евангелия с того, что Бог решил провести божественную революцию. И эта революция, она действительно в реальности принесла изменения, о котором пророчествовали пророки, о котором чаял народ израильский, который знал Бога Яхвы. Другие народы не знали, но Бог израильский знал. И у него была определенная цель возвещать этого Бога среди всех народов, которые населяли местность ту, в которой Израиль жил. Люди чаяли близости с Богом, но не могли найти ни через религию, ни через определенные праздники, правила, религиозные обычаи, но пришествие Иисуса Христа, оно изменило эту духовную реальность. И мы говорили о том, что Иоанн с 1 по 10 главу он показывает через встречи Иисуса Христа с определенными людьми, через его действия в определенные дни, в определенное время, когда он находился в Израиле, когда он посещал храм. Даже в разговоре с Самарянкой Иисус Христос пытался показать, что наступает время новой реальности. Если вы помните, мы говорили о том, что Иоанн исполнил в себе все чаяния всей религиозной системы израильского народа. Первое, Он показал, что Он в себе исполнил храм. Он заменял Собою храм для Божьего народа. Это мы можем посмотреть, особенно в главе 2. Второе, в Евангелии от Иоанна, Иоанн показывает, что Иисус Христос намекает и открыто заявляет в определенных местах. В других Иоаннах Он более открыто говорил, что здесь есть больше храма. Он показывал, что Я есть храм. И через Меня люди могут прийти в общение с Богом. Второй раз мы обсуждали разговоры Иисуса Христа с Самарянкой, в котором Он сказал, что уже не важно, наступает время, не будет важно, на какой горе поклоняться и входить в общение с Богом. То ли на горе Герезиим, где самаряне считались священным местом, правильным местом поклонения Богу. То ли на горе в Иерусалиме не имеет значения. Потому что Иисус Христос Собою заменял вот этот географический символ Божьего народа обитованную землю. Он для христиан Нового Завета является обитованной землей сегодня. Если мы хотим прийти к Богу, нам не нужно паломничество в Иерусалим. Если мы хотим сегодня иметь общение с Богом, нам не нужно посещать Иерусалимский храм или хотя бы стену плача, которая осталась от него. Наш Господь Иисус Христос сегодня наш храм, и наш Господь Иисус Христос сегодня наша обитованная земля, куда мы стремимся. Но дальше я хочу продолжить, о чем пишет Иоанн дальше. С пятой по десятую главу, если вы хотите, вы дома можете посмотреть, апостол Иоанн показывает, как Иисус Христос скрупулезно, детально исполнил все иудейские праздники, которые были даны Израилю для напоминания, как Господь вел израильский народ, как Он руководил народом. И эти праздники, цель этих праздников, которые были даны Израилю, они были напоминанием, притягиванием внимания к Богу, чтобы они откладывали все, чем они занимались каждый день, и они концентрировали свое внимание на Боге Яхве, на Его руководстве, на Его заботе, чтобы они могли поклоняться в эти определенные дни и праздновать своего Бога, получать наслаждение от общения с своим Богом. И вот Иоанн показывает с пятой по десятой главы, что вот эта цель, причина и цель, ради которой были даны эти праздники, появилась в Палестине в человеческом образе. И Иисус Христос, есть та личность, на которую указывали эти праздники. Он являлся видимым, резидентным исполнением всех чаяний, все мечты, все чаяния Израиля исполнялись в нашем Господе Иисусе Христе. И Он показывает это на определенных встречах, разговорах Иисуса Христа, с Иисуса Христа, с теми людьми, с лидерами израильского народа, с другими слушателями, с народом израильским. И Иоанн это показывает. Будет у нас время, возможность мы продолжим и посмотрим, возможно, в следующий раз мы пойдем чуть дальше, в шестую главу. Сегодня я хотел бы остановиться на пятой главе. Интересное событие происходит возле овечьих ворот, возле купальни Вефезда, и разговор Иисуса Христа с лидерами народа израильского приводит его к тому, что Он заявляет, что Он является исполнением самого главного праздника иудейского религиозной системы второго храма, иудаизма второго храма, а именно субботы. Суббота была самым главным праздником, если говорить открыто, суббота была еженедельным праздником, его так называли, оно было еженедельным праздником поклонения Богу Яхве. Это был один из самых важных праздников, через призму субботы толковались все остальные праздники, поэтому для иудеев суббота является самым главным символом ихней культуры, символом ихней религии. Иисус Христос в субботу совершает действие, которое провоцирует вот этот разговор между духовными и религиозными лидерами, которые стояли на страже духовности Израиля. Они смотрели внимательно, чтобы не нарушалась эта религия, и действия Иисуса Христа, которые в корне противоречили тому, чему были научены фарисеи, и на что они поставлены были народом, чтобы соблюдать правильность поклонения Богу. Давайте прочитаем, я выборочно, невозможно прочитать всю главу, потому что время быстро летит. Я выборочно выбрал некоторые стихи, чтобы посмотреть в панораме, о чем, что происходит и о чем говорит Иисус Христос. Что пытался Иисус Христос в тот момент сказать? Написаны такие слова, Иоанн пишет. «После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалим и увечьях ворот купальня, называемый по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и соших, ожидающих движения воды, бо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся болезнью, 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он-то час выздоровел и, взяв постель свою, пошел. Иоанн здесь делает заметку. Было же это в день субботний. Посему и деле говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Но он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой ничего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, отец мой даныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они все свидетельствуют обо мне. В пятой главе мы видим, что Иисус Христос приходит в купальню, и здесь происходит феноменальное событие. Археологи, я читал, говорят, что действительно они нашли место при раскопках, что действительно в Ефезде была эта купальня. Есть исторические свидетельства, что там был определенный санаторий, куда и со всей Римской империи люди съезжались, чтобы получить исцеление. Там была вот эта целющая, исцеляющая вода, которая действительно помогала исцелиться от многих болезней. И это подтверждает историчность этого факта, о котором пишет Иоанн, что действительно так было. И в этот день Иисус Христос, прийдя, Он увидел больного, мы читали 38 лет, и Он проявил инициативу. И по понятию, по традиции, человек должен был сам сойти в воду, чтобы провозгласить или просить Бога поучаствовать в его болезни, чтобы как-то спровоцировать Бога, исцелить, дать Ему исцеление. Мы видим, что в этой истории все происходит наоборот. Бог сам обращается к человеку, сам Иисус Христос обращается к человеку и дарует Ему исцеление. Оно было феноменальным. По одному слову, человек встал и был исцелен. Но что интересно, Иисус сказал ему интересные слова. Он говорит, возьми постель твою, мы читаем, и иди. И он взял постель и пошел. И Иоанн пытается показать, что именно это действие Иисуса Христа было причиной раздора и конфликта, который произошел там между ним и иудейскими лидерами народа Божьего. То, что он, во-первых, совершил в субботу. В субботу нельзя было никаких делодействий. Он совершил, Иоанн пишет, 5-9. Было же это в день субботний. Он акцент переводит не с исцеления, феноменального, чтобы было чудом в то время, на то, в какой день это исцеление произошло. И это было причиной проблемы. Иисус Христос исцелил в субботу. Для Израиля это вызвало колоссальное возмущение, что они, мы читали, искали даже убить Иисуса Христа за то, что Он делал такие дела в субботу. Этого было делать нельзя. Устная традиция, или он называет Мишна, я читал очень интересные главы, есть целая секция на субботу, и они скрупулезно, детально перечисляют 39 запрещений, что нельзя делать в субботу. И вот одно из этих запрещений написано, что нельзя было переносить свою постель из одного места в другое. Мишна запрещает это, за это побивают камнями. Наказание за нарушение субботы есть смерть. И вот этот больной, он нес свою постель, переносил из одного места в другое, в субботу. Это категорически было нельзя. Я читал, что можно было переносить постель вместе с больным в субботу, можно было переносить из одного места в другое. Но переносить постель без больного было нельзя. А это сам больной нес свою постель, это было категорически запрещено. Поэтому первая реакция была, кто позволил тебе нести постель в субботу? И он сказал, что я здесь вообще ни при чем. Я не виноват. Это он меня соблазнил. А кто он? Это вот тот соблазнил меня и сам мне сказал. Бери и иди. Вот я и иду. Я здесь ни при чем. И они искали, кто этот, который делает такое богохульство. Мало того, что он нарушает субботу, производя действия, какую-то работу, он других соблазняет нарушать субботу. Он ему сказал, бери постель иди. Это грех, так нельзя. И это вызвало страшное возмущение. И Иоанн об этом пишет, что искали даже убить Иисуса Христа за то, что он делал такое в субботу. Что интересно, что Иоанн так интересно пишет вскользь, что это, наверное, было не в первый раз. Потому что там написано, он делает такие дела. И когда мы читаем синоптические Евангелия, мы видим, что Иисус целенаправленно делал это, чтобы что-то сказать. Интересно, что я читал многие истории, и даже профессор один, он был у нас в семинаре, Гарри Берч, и он делился, что иудеи до сих пор очень скрупулезно защищают субботу от всякого рода активности. И если вы в субботу, он говорит, будете ехать на автомобиле через определенные районы, где живут ортодоксальные евреи, у вас будут бросать камни. Поэтому если машина дорогая, лучше не ездить в субботу на машине. У них сейчас идут дебаты в Израиле, можно ли в пятницу вечером показывать художественные фильмы по телевидению. Потому что суббота наступает, с заходом солнца еще в пятницу. Поэтому уже в пятницу вечером, в принципе, ничего даже нельзя смотреть фильмы, потому что те люди, которые снимаются в фильмах, они работают. И это уже работа. Включать телевизор, нажимать кнопку, а если 150 каналов и найти 139 канал, это работа. И это грех. Значит, не нужно, нужно отменить всякие фильмы, вот эти все шоу, все нужно в пятницу, в 6 часов вечера отключать, все, и мы должны наступать шаббат. И Гарри Берч говорит, я был возле храмовой горы в субботу и делал фотографии. И к нему подошел ортодоксальный еврей и сказал, ты знаешь, что нажимать на кнопку фотоаппарата, это тоже работа. Этого нельзя делать. Пожалуйста, сворачивай, закрывай. В субботу нельзя. Они до сих пор защищают субботу, потому что это для них особенный такой видимый символ ихней самоидентичности, как говорил первый брат. Для евреев это важно. Это ихняя культура, это ихняя традиция. Но Иисус Христос специально, целенаправленно атакует их именно в этом больном вопросе, который для них был очень важен. Он специально, целенаправленно нарушает все религиозные вот эти традиции. Он нарушает этот главный день открыто перед всеми. И написано, они искали его, когда нашли у них, завязался разговор. И вот то, что Иоанн интересно показывает, как Иисус Христос говорил с ними. В других Евангелиях синоптики, они открыто показывают, что Иисус Христос заявлял открыто. Он говорил открыто, не скрываясь. Он говорил, что суббота для человека, а не человек для субботы в Маркове во второй главе. Он говорил, что Сын Человеческий есть Господин субботы. В других Евангелиях он открыто говорил, что мой авторитет стоит над субботой. Я имею право, я имею власть над субботой. Но здесь Иоанн очень красиво показывает, как Иисус Христос объяснил свою власть и свой авторитет над субботой. И Иисус Христос, можно так сказать, все стрелки, все внимание переводил на то, кто Ему дал это право и почему. И Он начинает говорить об Отце. Смотрите, что Он делает. Он на все обвинения Иудею говорит такие слова. Отец Мой делает такие дела. И так как Он Мой Отец, Он мне позволяет их делать, я тоже делаю. Сын ничего не делает, что не делает Отец. Если Отец делает в субботу определенные дела, исцеление, почему я, как Его Сын, не могу их делать? Он полностью внимание переводит на Отца, на Яхвы, на Небесного Отца, Бога Израильского. Евреи уже тогда, я читал, что раввины иудаизма второго храма, они начинали понимать, это была как тень, но они уже начинали понимать, что Яхве, Он не прекращает своей работы даже в субботу. И когда Шаббат, и Израиль субботствует Яхве, стоит на страже Вселенной. Он продолжает сохранять жизнь на Земле, Вселенную, жизнь всего космоса. Он все равно работает, он творит все новое. Мало того, евреи заметили, что люди умирают и в субботу иногда случается. Да, в субботу люди умирают иногда. И иногда дети рождаются в субботу, так происходит. И Бог, который имеет власть над жизнью и смертью, Он допускает, чтобы дети и рождались именно в Шаббат. И допускает, что и люди умирают в Шаббат. Значит, Яхве работает в субботу. Иисус Христос переводит внимание. Обратите внимание, есть вещи, которые являются важнее субботы. И Бог участвует в работе постоянно, несмотря на то, что Израиль находится в покое. Значит, суббота не является самым важным днем, который стоит над Богом. Есть власть над субботой. И Он говорит, я эту власть мне, Отец, отдал. Он мне показал, и я делаю только то, что мне было показано Отцом. И я ничего не делаю в своей жизни, если не было мне дано право от Отца. Он переводит взгляд лидером иудейского народа на Бога. И заявляет, он как бы приравнивает себя и говорит, я действую, потому что я идентичен моему Отцу. Он мне сказал так действовать. Если у вас есть вопросы, если вы с чем-то не согласны, вопрошайте Яхвы. Но Он послал меня, как говорил первый брат, проповедовать, лето Господне благоприятное, чтобы мертвые воскресают и больные исцеляются. Я на то послан, чтобы творить Божьи дела. И скажите, какую реакцию это оправдание, это речь Иисуса Христа вызвало в иудейском народе? Они поняли и возрадовались, какая была реакция. Мы читаем, что когда они это услышали, они еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу. Мало того, он богохульствовал, потому что он называл Отцом своим Бога и делал себя равным Бога. Они поняли, о чем он говорил. Они были достаточно разумные люди. Они поняли, что он не просто показывает неважность субботы с его пришествием в израильский народ, но он себя делает равным Богу, что он действует только в тех рамках авторитета, которая дает ему его божественность. Он заявлял о своей божественности открыто, о своей власти над Иерусалимом, над храмом, над обетованной землей и над всей системой иудаизма второго храма. И искали еще более убить его. Они были духовно слепы. Они не понимали, что Иисус Христос показывал истинную цель и причину, для чего была дана суббота. Суббота дана Израилю для того, чтобы Израиль научился смирению. И когда Израиль не работал в субботу, он понимал свою полную, тотальную зависимость от Бога. Он отдавал свою жизнь в руки Божьи. И он праздновал Бога в своей жизни, понимая, что все, что он имеет, все благословения, которыми он наполнил, они все приходят от Яхвы. Потому что Бог заботится, когда Израиль не работает. Бог кормил, Бог одевал Израиль, Бог вел Израиль, Он руководил. И Бог хотел, чтобы через призму субботы Израиль это понимал, чтобы он откладывал всю свою человеческую активность, все свои достижения, планы, определенные цели. И он концентрировал свое внимание на даятели жизни и на даятели благословения. Но, к сожалению, Израиль превратил этот день, этот дар Божий, этот праздник общения с Богом в бич, которым карали людей, побивали камнями. Превратили этот день в день, когда они могли кичиться своей самоправедностью. И высчитывали детально, что они могли делать, а что они не могли. И сколько можно было дел запрещать, а сколько можно было позволять. Они полностью извратили главный смысл и цель, значение субботы, как дара Божьего. Дара Божьего войти в покой, наслаждаться Богом, иметь это чистое общение. К сожалению, время быстро летит. Были у меня некоторые примеры, я, наверное, их перепрыгну. И хочу сказать интересную вещь. Мы об этом порассуждаем пару минут и помолимся. Карл Барт в своем послании к римлянам, очень серьезный и глубокий труд, он говорит, интересную аллегорию приводит. Говорит, представьте, живет целый город, и в этом городе, в этой стране люди построили огромный канал, чтобы этот канал приносил воду в землю, орошал в землю, чтобы была питьевая вода, чтобы люди могли пить. Этот канал приносил жизнь, приносил благословение. Когда строили этот канал, было много пожертвовано, много денег, много времени. Даже несколько людей погибли при строительстве этого канала. И этот канал, он нес жизнь, он был важен. Но ирония в том, что произошла в том, что канал с годами опустел. Он стал пустым, он иссох. И несмотря на то, что он уже воды не нес, люди все равно охраняли, были охранники, день и ночь охраняли этот канал. Эти люди все равно приходили каждый день и чистили его, заботились о нем, подкрашивали, где краска спадала. А люди продолжали рассказывать в школах детям о том, что у нас есть канал, несущий огромные вводы жизни. Люди продолжали называть своих детей в честь этого канала или в честь тех инженеров, которые строили этот канал. Они делали много, но не пили из этого канала. Он для них стал просто символом, музеем, исторической достопримечательностью, которые часто обращали внимание, напоминали детям своим. Но дети, которые жили в то время, они не имели абсолютно никакого представления, как выглядит вода в канале и как выглядел канал, когда он был живой. Вот то же самое что-то происходило в Израиле. Они говорили об этом пустом канале, но они не использовали его как символ, как парадигму, как знак напоминания о Боге, который им этот дар дал. Они сконцентрировали свое внимание на самом канале и забыли, что этот канал был дан только для того, чтобы нести народу воду, нести Божье благословение. Суббота – это был этот канал, через который Господь приносил Израилю благословение. Но Израиль забыл. Он отвлекся. И он потерял из виду Божье благословение, сконцентрирующий просто на пустом канале, как на исторической достопримечательности, как на вот этой воронке, как, интересно, Барт пишет в конце, он такие слова пишет, что суббота была, как данная Богом раз и навсегда завершенном откровении в истории. Он говорит, что это след, оставленный Божественным откровением во времени, в истории, в жизни человека. Священный шлак произошедшего чуда, выгоревший кратер Божественного Слова или пустой канал, в котором когда-то текла живая вода. Да, Божье откровение – это всегда взрыв в нашей жизни. Он всегда оставляет определенный след. Но мы поклоняемся Богу живому, а не тем воронкам, которые остаются после этого взрыва. Израиль сконцентрировал внимание на воронке, которая осталась от Божьего откровения, но забыл о самом Боге Яхве, который каждый день заботится о своем народе, каждый день взывает к своему народу. И даже когда народ субботствует, он благословляет и он работает. И наше сегодня внимание, оно нужно было не на день акцентировать внимание. К сожалению, нет времени рассуждать больше. Может быть, мы продолжим в следующий раз. Задача праздников была, чтобы народ задумался о том, кто их дал. Чтобы народ задумался о Боге. И вот эти все праздники, которые Бог дал Израилю, они всегда напоминали Израилю о Боге. Господь хочет иметь общение с Своим народом. И когда меня спрашивают, нужно верующим исполнять субботу, верующим Нового Завета. Да, безусловно, в Новом Завете нет приказания такого, чтобы мы соблюдали так, как соблюдают субботу евреи, потому что это их заветные отношения с Богом. Но всякий раз, когда я в своей жизни откладываю свои действия, планы, какие-то достижения, мои мечты, и концентрируюсь на Боге, пытаюсь посмотреть на мою жизнь с точки зрения Бога, с точки зрения Его мудрости, проверить себя, проэкзаминировать себя, посмотреть с Его мудрости, я соблюдаю субботу, потому что я понимаю свою зависимость, зависимость моей жизни от Него. Во-вторых, каждый раз, когда я уделяю особенное время, пусть это будет суббота, пусть это будет полдня, пусть это будет воскресенье, везде, или в понедельник, как у вас получается, если вы выделяете особенный день, особенное время, особенно вот эти несколько часов для общения, для интимной близости с Богом, вы исполняете субботу. Цель субботы была дана Израилю для того, чтобы Израиль искал общение, не был занят житейской суетой, но концентрировал свое внимание на Боге. Если мы концентрируем свое внимание на Боге, это время, это время общения мы можем назвать соблюдением субботы. Интересно, что лидер баптистов Южной Каролины, он интересно назвал такие встречи, он назвал эти интимные встречи с Богом, он назвал marriage date with God, это брачные свидания с Богом. Когда мы имеем эти брачные свидания с Богом, когда мы откладываем все и посвящаем несколько часов, кто-то может посвятить весь день, слава Богу, на общение с Богом, на чтение Писания, на молитву, на рассуждение, это есть истинное соблюдение субботы, когда мы концентрируем весь наш внутренний мир на Божественную, на Его частоту, настраиваемся на Его гармонию, тогда мы соблюдаем субботу. Об этом я хотел сказать. Наш Господь Иисус Христос, Он есть наша суббота. И мы каждый раз, когда мы празднуем Иисуса Христа, когда мы светим Его в нашей жизни, когда мы выделяем это особенное время на общение с Ним, мы празднуем субботу, мы празднуем Иисуса Христа. И сегодня для нас важен вопрос, то, насколько часто мы входим в этот субботний покой. Насколько часто мы понимаем значение этого особенного времени общения с Богом. Как часто мы откладываем нашу суету и концентрируем наше внимание на Боге. Это то, чего от нас ждет Господь. Он хочет с нами общаться. Он проявил инициативу там в Ефезде. Он первый подошел к человеку и сказал, «Ты хочешь быть здоров?» Безусловно. Если сегодня у кого-то из нас какие-то трудности, тяжелые обстоятельства жизни, и вы ищете успокоение, вы ищете покой своей души, или вы ищете покой своему телу, ищете исцеление, никакая религия нам в этом вопросе помочь не сможет. Нет такой личности в мире, которая могла бы нам помочь. Но есть только одна личность, которая пришла из другого мира. И об этом пишет Иоанн. Он спустился с небесного мира в дальний мир. И эта личность сегодня может и имеет полную власть и право над болезнями тела. Эта личность имеет полное право и власть над болезнями души, над жизнью и смертью. И эта личность наш Господь Иисус Христос. Если человек ищет успокоение, если человек ищет исполнение своих мечты, чаяний, каких-то целей в жизни, только одна личность ему может помочь, это наш Господь Иисус Христос. И Он хочет, чтобы мы приходили к Нему. Он хочет, чтобы мы праздновали Его в нашей жизни. И таким образом мы будем истинно исполнять субботу. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы мы понимали значение этих праздников, которые были даны когда-то израильскому народу, как пример для нас. Искать Бога, посвящать Богу время, назначать Ему эти свидания, эти часы общения и впитывать от Него Его мудрость, божественную мудрость, чтобы под взглядом Божьим, под углом Его мудрости мы могли правильно оценивать себя, свое сердце, свое духовное состояние и свою жизнь перед Ним. Пусть Господь нас в этом благословит и Церковь нашу благословит в этом. Аминь. Будем молиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова